Признаки, что мужчина просто тратит ваше время. Мужчина отменяет встречи в последнюю минуту. Он то хочет, то не хочет отношений с вами. То он классно к вам относится, то плохо. Если у него есть небольшой доход, даже если он из небольшого дохода, вы видите, что ему жалко, что он жмется, тогда и это отражает его отношения к вам, как к женщине, в целом. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. Итак, первый признак. Мужчина отменяет встречи в последнюю минуту. Вы договорились о встрече, вы договорились о свидании. Это может быть первая встреча, это может быть уже какая-то по счету встреча. И мужчина в последнюю минуту, либо там за 10, за 5 минут, все отменяет. Если это 3 раза повторилось, это уже точно факт. Если это 1 раз повторилось, точнее не 1 раз повторилось, а 1 раз произошло, такое да, может быть, ну может быть человек не знал, ну может у него произошла какая-то экстренная ситуация. Даже 2 раза это уже критично. Но если это повторяется 3 раза, то это точно признак, что мужчина просто тратит время и он не особо заинтересован в вас, как женщине. Второй признак это эмоциональные качели. Он то хочет, то не хочет отношений с вами. То он классно к вам относится, то плохо. То он такой теплый, любящий, внимательный, то холодный, отстраненный и ему вообще все равно. И это можно сказать, что такая некая эмоциональная непоследовательность, эмоциональная непредсказуемость. И да, такому учат пикаперов, потому что такое поведение, оно вызывает в другом человеке эмоции. И если так мужчина себя ведет, это тоже признак того, что скорее всего он тратит ваше время. Третий признак. Этот мужчина общается с другими девушками и может даже этого не скрывать. Это могут быть подружки, сотрудницы на работе, с которыми он очень дружит. Или же это может быть какая-то хорошая, какая-то давняя подружка, по его словам. И вы можете даже, знаете, ему показывать, ну, перед глазами видеть флирт, что этот мужчина флиртует с другими девушками. Или флиртует с какой-то подружкой, либо с какой-то там девушкой из детства. И когда вы ему говорите, ну, слушай, ты же флиртуешь, он может говорить, да нет, ты придумаешь, мы просто общаемся. Это же нормально иметь друзей. И часто девушка в отношениях с таким мужчиной, она надеется, что со временем все изменится. Она надеется, что со временем это как бы дружба, как бы рассосется. Но в большинстве случаев в этом плане мужчину очень сложно изменить. Потому что у этого мужчины есть такая некая бесконечная потребность во внимании других женщин. Следующий признак. Мужчина то пропадает, то появляется. То пропадает, то появляется. Мужчина, может быть, и не держит, и не отпускает. И обычно он может появляться в определенные дни, либо в определенные периоды, либо какая-то ситуация происходит, повторяется, он исчезает на несколько дней. И тут он снова появляется, как ни в чем не бывало. И это тоже признак того, что мужчина, скорее всего, просто тратит ваше время. Следующий признак. Мужчина не тратит на вас деньги. Как происходит в нормальных гармоничных отношениях? Мужчина дает защиту, заботу в виде какого-то материального обеспечения. А женщина дает уют, комфорт, эмоциональную составляющую в отношениях. И если мужчина не готов вкладываться финансово в отношения, тогда либо он сам такой, либо он просто именно в вас не уверен. И, наверное, вы слышали, когда мужчина, например, даже для семьи ему жалко денег, даже на ребенка он не тратит деньги, а потом оказывается, что он много вкладывался в любовницу, которая у него была какое-то время. Я сейчас не веду речи о каких-то дорогих подарках. Конечно, мужчина может быть не обеспечен. Мужчина может только быть на... У него может быть определенный период в жизни, когда у него проблемы с финансами. Но даже если у него есть небольшой доход, даже если он из небольшого дохода, вы видите, что ему жалко, что он жмется, тогда и это отражает его отношение к вам, как к женщине в целом. При этом хочу добавить. Да, возможно, вы услышали признаки, по которым вы узнали вашего мужчину, либо вы узнали мужчину, с которым вы были ранее в отношениях. Я все-таки сторонник того, чтобы опираться ни на признаки, не быть, знаете, таким Шерлок Холмсом или Коломбо, который ведь исследует причины, хочет разобраться. Я все-таки за то, чтобы делать акцент на себя. И если вы хотите притягивать свою жизнь достойных, серьезно настроенных мужчин по отношению к вам, если вы хотите перезагрузить отношения и сделать так, то есть, понимаете, если я хочу, чтобы отношение людей ко мне поменялось, да, в какой-то степени, возможно, у меня не то окружение. Но если у меня не то окружение, быстрее всего я могу поменять свою жизнь или поменять то самое окружение, если я начну менять себя. Но часто обнаруживается так, что когда мы меняем себя, даже недостойные люди, их отношение к нам начинает меняться. Поэтому, если вы хотите разобраться, как же прокачать себя как женщину, кто такая женщина на 100%, в чем секреты женственности, как привлекать достойных мужчин, сделать правильный выбор, как создавать классные отношения, как перезагрузить непонятные отношения, тогда прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатный онлайн-курс в формате вебинаров, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока!